До трёх лет он не умел ходить и говорить. В истерике бился головой о пол. Все боялись, что ребёнок вырастет неполноценным. Несколько раз в жизни Володя Ульянов был на грани смерти. В 9 лет вместе с другом пошёл на рыбалку и упал в воду. Начал идти на дно. Мальчик чуть не погиб, а спас его простой рабочий винокурни. Этих эпизодов вы не найдёте ни в одном официальном жизнеописании Ленина. Перед вами тайная биография Вождя. Мы восстановили её по воспоминаниям родных и друзей Ульянова. Из этих рассказов предстаёт настоящий, неидеализированный кормчий революции Владимир Ленин. 21 января 1924 года. Надежда Крупская сжала руку своего мужа. Он умирает. Теперь этот 53-летний мужчина выглядит как высохший, почерневший старик. Он давно потерял память, впал в детство, разучился говорить. По ночам выл и скулил, пугая охрану в горках. Крупская прислушивалась к его дыханию в перерывах между приступами. И в какой-то миг ей показалось, что он что-то прошептал. Послышалось одно единственное слово. Прости. За что он мог просить прощения у жены? Надежда Крупская догадывалась об этом. За долгие годы нелюбви. За то, что у них так и не родился долгожданный ребёнок. За то, что, не скрывая, он любил другую. 21 января в 1850 Ленина не стало. Он умер, не догадываясь, что отныне станет советским идолом. Вечно живым символом революции. Такую ужасную судьбу уготовил ему, вопреки желанию родных, преемник Иосиф Сталин. Он приказал историкам создать фиктивную биографию Ильича. Лично подвергал цензуре все воспоминания о нём. И постепенно, старательно убрал всё человеческое, привычки и слабости Ленина. Чтобы никто и никогда не узнал о настоящем прошлом Владимира Ульянова. Идеальное детство, самоотверженная юность. Потом ссылка и жертвы во имя народа. Добрый дедушка Ленин. Таким его знал и любил каждый гражданин Советского Союза. Всем были известны его доброта, простота, его ум и любовь к людям. Но каким он был на самом деле, не знал никто. Вот он, живее всех живых. А вокруг, как и положено в иконографии, фрагменты непогрешимой жизни и святых деяний. Первый из которых – златокудрое детство. Октябрятская звёздочка. Предмет зависти каждого советского ребёнка детсадовского возраста. Октябрята носят её, гордо выставляя на показ. Даже расстёгивают курточки, чтобы все видели. Они – юные ленинцы. Звёздочек было два вида. Одни – пластмассовые, они считались модными. И достать их можно было только по блату. Другие – обычные, металлические. Их носили на рубашках все школьники. В центре каждой – портрет ангелоподобного мальчика. Юного Володи Ульянова. Он – идеал, супер мальчик. В то время дети восторгались им не меньше, чем сегодня – Гарри Поттером. Невероятно. Но настоящий, неканоничный Володя Ульянов был совсем не похож на ангела. По воспоминаниям сестры Ленина Анны, в детские годы её младший брат был настоящим семейным несчастьем. Крикливый и истеричный малыш начал ходить очень поздно – в трёхлетнем возрасте – и приблизительно тогда же начал говорить. Упав, сам не поднимался, а устраивал истерики и бился головой о пол. В период с трёх до четырёх лет истерики стали настолько частыми, что мать Володи вполне серьёзно переживала за психику сына. Чтобы прекратить эти выходки, она сажала его в специальное чёрное кресло – посидеть и успокоиться. И постоянно удивлялась – в чём же дело? Старшие и младшие дети – самопослушность, а средний сын – их полная противоположность. «Самоуверенный, резкий и проказливый мальчик. Дома всё чаще слышно. Володя, не груби. Тише, Володя!» Так осторожно вспоминает детские выходки брата его старшая, сестра Анна. Больше всего ей запомнилось, как увлечённо Володя портил игрушки, как старательно выкручивал ноги новой лошадки, выдавливал глаза куклам своих подруг. Впрочем, любимым объектом его детских шуток всегда оставался младший брат – Митя. Это советский аналог детской Библии. Рассказы о Ленине знаменитого сатирика Михаила Зощенко. Все они хорошо известны людям за 30. Один из самых ярких – вот, серенький козлик. О том, как Володя учил младшего брата не бояться песни о сером козлике, которого съел волк. В реальности всё было несколько иначе. Младший из братьев Ульяновых Митя рос очень жалостливым. И всегда плакал, когда слышал сказку о сером козлике. Но Володя учил его смелости. Об этом вспоминает старшая сестра Володи – Анна Ульянова. Как только он наберётся мужества и старается пропеть, Володя, делая страшное лицо и с особым усердием, поёт. Напали на козлика серые волки, Оставили бабушки, рожки-то ножки. Почему средний сын в семье Ульяновых рос не таким, как все? Почему всё ломал, обижал младших и устраивал истерики? Ответ на это скрыт в семейных тайнах семьи Ульяновых. На самом деле Володе Ульянову жилось очень трудно. Он имел пятерых братьев и сестёр – двух старших и трёх младших. Разница в возрасте между детьми была небольшой – всего полтора года. Поэтому внимания нервному, болезненному мальчику уделяли немного. Хотя он в силу врождённой истеричности требовал её, наверное, больше других детей. Строгий, холодный и деспотичный отец. Вечно озабоченная домашними делами мать. В этой семье не было ни любви, ни тепла. И со временем Володя понял – обратить на себя внимание можно только одним способом – стать лучшим, самым умным. Окончить школу с золотой медалью, поступить в университет, быть образцовым Ульяновым. Именно этого от каждого из детей требовали родители. Мать – главный человек в жизни Мессии. Поэтому наиболее почитаема христианскими канонами – она. Не старый Иосиф, а Богородица Мария. Такую же роль в жизни Ленина творцы советского канона отвели и другой Мария. Его матери. У мамы самые добрые и ласковые руки. Они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце. В нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к чему не остается равнодушным. Такой образ матери Ленина создала детская писательница Зоя Воскресенская. «Сердце матери». Это была популярная среди октябрят повесть о большой дружной семье Ульяновых. О маме и об идеальном Володе. На этих страницах он – любимец семьи. Герой. Выпускает на свободу птиц. Спасает от морозов отцовскую вишню и помогает маме. Интересно, а как все было в жизни? Мария Александровна Бланк любила поздний вечер, когда дети ложились спать, и в доме наступала тишина. Тогда она наконец-то оставалась наедине со своими мыслями. Образованная, амбициозная девушка. Фрейлина при дворе Александра Второго. Наполовину еврейка, наполовину немка. Умница и красавица. Она ей представить не могла, что превратится в простую провинциалку. Домработницу для мужа и домашнюю учительницу для детей. Как же это случилось? Почему она вдруг бросила двор, Петербург, и вышла замуж за сына крещенного калмыка Илью Ульянова? После ее внезапного отъезда при дворе императора ходили упорные слухи, что фрейлина Бланк имела роман с самим великим князем, будущим царем Александром Третьим. И якобы от этого романа у нее должен был родиться ребенок. Поэтому ее спешно отправили в Симбирск и выдали за скромного учителя Ульянова. Так в 28 лет Мария Бланк покинула столицу, вышла замуж и спустя несколько месяцев родила дочь Анну. Возможно, дочь юного цесаревича Александра Третьего. А вскоре школьный учитель Ульянов начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Пока не занял должность директора губернских народных училищ в чине статского советника. Вторым после Анны на свет появился Саша. И вскоре слухи поползли уже по небольшому Симбирску. Старожилы до сих пор рассказывают, что сын Ульянова Александр тоже плод запретной любви. Потому что в это время независимая, свободолюбивая Мария Бланк находилась в тесной дружбе с революционером Дмитрием Каракозовым. 1866 год принес Ульяновым удивительное совпадение. Мария Бланк родила сына Александра. И в этом же году ее друг Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра Второго. Но покушение провалилось. В толпе руку террориста подбили, и он не попал в императора. Суд вынес ему приговор. Смерть через повешение. В этом году в семье Ульяновых был траур. Действительно ли Саша Ульянов был сыном революционера Каракозова? Подтвердить это сейчас не может никто. Но существует еще одно странное стечение обстоятельств. Пройдет 20 лет, и Саша, так же как и Дмитрий Каракозов, с бомбой в руках совершит покушение на другого царя. Александра Третьего. Именно на того, кто мог быть любовником его матери и отцом старшей сестры. Знал ли об этом сам Саша Ульянов? Неизвестно. Однако эта попытка убийства закончилась для него так же трагически, как и для Дмитрия Каракозова. Его повесили. Третьим в этой странной и не очень дружной семье появился Володя. Достаточно посмотреть на фото, чтобы понять – он копия своего отца. Единственный из детей, кто похож на него. Потомок степных калмыков – буддистов по вероисповеданию. В этом мальчике кровь калмыков удивительным образом соединилась с немецкой и еврейской кровью. От рождения болезненной, слабой и нервной. Он тщетно требовал внимания от занятой делами матери. У нее в семье был другой любимец – Саша. Она гордилась его рассудительностью, покорностью, его тягой к учебе. Саша получит золотую медаль. Саша станет серьезным ученым-биологом. Саша – лучший пример для остальных детей. И это невероятно раздражало Володю. Чтобы обратить на себя внимание матери, он должен стать таким, как Саша. «Красный галстук» – это следующий шаг посвящения на пути советского школьника к совершенству. Теперь он пионер, а следовательно первый во всем. И учиться он должен так, как учился Владимир Ленин. На одни пятерки. Я учился очень хорошо, даже замечательно. Целые дни сидел за книгами, читал, писал, изучал языки, переводил и так далее. Такие строки Зощенко читали юные пионеры. А школьные товарищи оставили другие воспоминания. Одноклассник Ульянова Анатолий Коринфский вспоминает, что сын директора губернских народных училищ Володя Ульянов был неприветливым, замкнутым ребенком. В детских забавах не участвовал. Никому и никогда не объяснял уроки, не давал списывать и не подсказывал. В классе его не любили. К тому же его слишком опекал директор гимназии Федор Керенский. Он был другом Ульянова-старшего, поэтому всегда заботился и о его детях. В гостях у Керенских Володя часто играл с маленьким сыном директора гимназии Александром. Пройдет 40 лет, и они встретятся снова. Саша Керенский возглавит Временное правительство. А Володя Ульянов-Ленин прикажет взять Зимний дворец, где осенью 1917 года скрывались министры Временного правительства. Что же развело этих мальчиков по разные стороны баррикады? Что сделало из правильного зубрилы Володи Ульянова революционера? Совсем не трагическая рыбалка, на которой мальчик чуть не погиб. Не рабочая винокурня, которая его спас. Не ранняя смерть отца. Не наказы матери. И не мысли о бедных крестьянах. Революционером его сделала конкуренция со старшим братом. Все советские учебники историю убеждали. Ленин стал революционером, чтобы отомстить за брата. Когда Саша совершил неудачное покушение на царя Александра Третьего, его приговорили к смертной казни. Однако он мог спастись. Достаточно было попросить о помиловании. Но Саша отказался. И умер на виселице. На это Володя сказал. Нет, мы пойдем другим путем. Так сказано в советском варианте биографии Ленина. Настоящая история. Кардинально отличается. Саша и Володя никогда не любили друг друга. И чем больше взрослели, тем больше увеличивалась пропасть между ними. Старший сын, любимчик матери, ее надежда. Средний, талантливый, амбициозный, но слишком капризный юноша. Он изводит всех членов семьи своими насмешками. Донимает младших, ссорится со старшими. Пока брат Саша изучает в их общей комнате работы Маркса и Энгельса, Володя в сотый раз перечитывает Тургенева. Никакие революционные идеи его тогда не интересовали. Он оканчивает гимназию с мыслями посвятить себя филологии или истории. Он устал конкурировать с братом за любовь матери. И вдруг все изменилось. Умирает отец. А через полгода после его смерти происходит невероятное. Тихий, рассудительный Саша вдруг совершает покушение на царя. В это никто не мог поверить. Шел суд. Плакала мать. Но больше всех был поражен Володя. Поступок брата, мягко говоря, удивил его. Оказалось, что зануда и тихоня Саша был революционером. А на суде отказался каяться и просить о помиловании. От ненависти до любви – один шаг. Володя Ульянов этот шаг перепрыгнул за один короткий миг. После казни старший брат перестал быть его конкурентом. И Володя возвел его в пантеон святых мучеников. Более того, теперь его сердце разрывали злость на бездушный режим и желание отомстить. Возможно, если бы суд проявил мягкость, мы бы такой мести не имели. И вообще история по-другому бы пошла. И не было бы такого прецедента, скажем, в лице Владимира Ильича. Но это повлияло и на его судьбу, и на образ мальчика-мстителя, который у нас потом, так сказать, стал главенствующим в системе воспитания. Ему 16. Жизненные приоритеты, ранее туманные, вдруг сформировались в конкретную цель – окончить дело, начатое братом. Для этого он поступил на юридический факультет Казанского университета. В университете Володя с удивлением обнаружил, что он – звезда. Брат знаменитого Александра Ульянова. Молодежь, увлеченная идеями свержения монархии, носила его на руках. Ко всему, что он говорил, прислушивались, все принимали на веру. А он с гордостью нес эту печать великого брата. И тогда же впервые понял, что приносит ему настоящее наслаждение. Желание вести за собой. Быть лидером. Скандал. Студенты первого курса забаррикадировались в большом зале. Они требуют, чтобы отменили новую, неудобную форму. Высокие воротнички. А также, чтобы вернули в университет всех, кого исключили по политическим соображениям. А в первых рядах бунтовщиков – Володя Ульянов. Он возбужден и абсолютно счастлив. Ведь он – лидер этого мятежа. Бунту смирили. Но после него дороги назад уже не было. За Димарш Ульянова исключили из университета и изолировали. Выслали в родовое имение Кокушкина. Там он увлеченно читал труды по истории, экономике, политологии, философии. Из своей ссылки вернулся только спустя пять лет. Экстерном сдал выпускные экзамены. Получил специальность адвоката. Но работа его не интересовала. Он поехал в Петербург и вступил в общество питерских марксистов. И теперь все, кто знал Володю раньше, не узнавали его. Ульянову 25 лет. Но выглядит он, как мужчина за 40. Рыжебородый, с холодным твердым взглядом. Молчаливый, жесткий. Невероятно трудоспособный. Постоянно что-то читает и пишет. Говорит мало и только по сути. Спорить с ним тщетно. Он мгновенно выходит из себя и начинает кричать на менее образованных и одаренных товарищей марксистов. Все знают, что у Владимира Ленина была жена. Но ее всегда воспринимали как помощницу. Ведь согласно канону, вождь должен быть одиноким. Думать обо всех вместе и о каждом в отдельности. Поэтому считалось, что Ленин очень любил детей, а к женщинам относился прохладно. Реальность несколько иная. Пылкий революционер хотел иметь детей и очень любил женщин. Но став членом питерского кружка марксистов, он потерял свое право на тихое семейное счастье. Там его окружали не обычные юноши и девушки, а слишком увлеченные. Все разговоры в обществе велись о делах партии и идеале борца. От обращения товарищ веяло бесполостью. Женщины здесь собирались преимущественно умные и очень редко красивые. А Володя, несмотря ни на что, был эстетом. Некрасивый, безвкусно одетый, мискорослый, всего 164 сантиметра, он тем не менее привлекал женщин. И вскоре у него появилось сразу две поклонницы марксистки. Хорошенькая Аполлинария Якубова, которую все ласково называли Кубочка, и умная, но некрасивая Надежда Крупская, изуродованная базедовой болезнью. А за это товарищей по партии довольно безжалостно называли ее Селедкой. Обе девушки были учительницами и преданными поклонницами Володи Ульянова. Делить его они и не пытались. Ульянов, Кубочка и Крупская виделись практически ежедневно. Втроем гуляли по парку, разговаривали, спорили. Володя был влюблен в яркую и энергичную Кубочку. Надя влюблена в Володю. Красавица Кубочка влюблена в весь мир. Но вскоре этот странный любовный треугольник распался. В 1895 году за создание подпольной организации и незаконную агитацию Ульянова арестовали. Объявили приговор. Три года ссылки. Но в Сибирь за ним поехала нелюбимая Кубочка. А Надя Крупская. По собственному желанию. В Шушенском Крупская предложила Ульянову пожениться. Он сначала отказался. Из головы не шла та, другая. Но потом взял себя в руки. Вспомнил Чернышевского. Нельзя думать о себе. Нужно думать только о своем великом деле. И женился на Надежде Крупской. А друзьям свой выбор объяснил так. Я женился на Наде, потому что она была единственной знакомой женщиной, которая понимала Карла Маркса. И умела играть в шахматы. Но в ссылке выяснилось, что Надя мало быть верным боевым товарищем. Она хочет любви и нежности. Мечтает о настоящей семье. В Шушенском она отчаянно пыталась забеременеть. Пережила несколько выкидышей. В слезах писала свекрови. Надежды на прилет маленькой пташки не оправдались. Со временем выплакала свое горе. Поняла, у них с Володей никогда не будет детей. Муж сказал, ничего, возьмем чужих. Но сделать это им так и не удалось. Вскоре в Европе Ульянов познакомился с марксисткой Инессой Арманд. Он влюбился в нее безнадежно, на всю жизнь. Но спустя несколько лет взял себя в руки и отказался от чувства, отвлекавшего его от борьбы. Ради революции, ради победы социализма, ради того, чтобы войти в историю как достойному вождю пролетариата, Ленин ограничивал себя в этой стороне жизни. Надя всегда знала об этой любви, но не говорила мужу ни слова. Во всех своих несчастьях она винила себя. Не смогла стать хорошей женой и матерью. Поэтому стала верным другом в революционной борьбе. Каждый канонический святой должен пройти испытание своей веры. Терпеть муки голода и холода. Нищенствовать. Все это, чтобы укрепить свой дух. У Ульянова такое испытание продолжалось один год и два месяца. Это время, проведенное за решеткой перед ссылкой. В тюрьме, по официальной версии, он страдал от голода и много работал. Самая популярная история этого периода – о чернильницах из хлеба и молоке, которым Ленин писал тайные послания на свободу. Кто из советских школьников не пробовал поставить этот эксперимент дома? Попытаемся и мы. Для этого необходим пишущий инструмент, листочек, а также молоко и хлебная мякоть, из которой мы делаем чернильницу. Нужно хорошо размять хлеб. Ну вот, примитивная чернильница готова. Теперь нужно залить сюда молоко. И пробуем писать. На огне молоко должно проявиться. Ну вот, все видно. Следовательно, это не миф. Письма молоком были. А вот реалии тюремной жизни Владимира Ильича историки специально не афишировали. Откуда несчастный узник брал молоко и хлеб? И не только хлеб, но и свежие журналы, книги и даже минеральную воду прямо из аптеки. Все это три раза в день ему приносили мать и сестры. Да и тюремное начальство узников голодом не морило. Согласно документам, меню арестанта Петропавловской крепости включало щи или суп с мясом, жаркое из мяса или дичи и сладкое на десерт. Не было и ссылки, наполненной мытарствами. Она скорее напоминала оплачиваемый отпуск. Крупская вспоминала ссылку в Шушенском как «Золотое время». Писала, как в перерывах между работой Володя гулял по селу, катался на велосипеде, рыбачил, с азартом охотился. Позже, чтобы создать образ доброго дедушки Ленина, советские писатели утверждали, Ильич никогда не охотился по-настоящему. Ему было жалко убивать животных. На самом же деле такой чуткостью Владимир Ульянов не отличался. Об этом свидетельствует одно из воспоминаний Надежды Крупской. Как-то Володя вернулся с охоты, довольный больше обычного. С собой он принес 20 тушек убитых зайцев. Но умерли несчастные животные не от пули. Наводнение было в Шушенском. Ну, естественно, на сибирских реках бывает такое. И Ленин на лодке поплыл, значит, к этим островкам, на которых усилились идти зайцы. Зайцы прыгали к нему в лодку, спасаясь, а он их глушил веслом и убивал. И потом привез Надежде Константине вот такой, так сказать, подарок такого антиспасителя. Такой поступок Володе жену не удивил. Она знала, что ее муж не склонен к сантиментам. К тому же в повседневной жизни он не был таким принципиальным, как в своих трудах. Пока Сыльный Ульянов работал над томом развития капитализма в России, в его доме колола дрова, носила воду, убирала 11-летняя девочка-служанка. Через три года ссылка закончилась, и Владимир Ульянов вместе с женой выехал в Европу. Готовить революцию против ненавистного режима. Париж, Мюнхен, Лондон, Женева. В эмиграции они прожили 17 лет. За это время успели побывать почти во всех европейских странах. Вино, театры, красивые женщины. Обязательно раз в году несколько недель отдыха. На водах, в горах или на морском побережье. И все это на пенсию матери, которая теперь не отказывала сыну ни в чем. Ведь он шел дорогой ее любимого сына Саши. Амбициозный, умный Ульянов легко вошел в круг российской политической миграции. Вместе с товарищами они издавали газету «Искра». Создали РСДРП, первую всеобщую российскую марксистскую партию. Именно там Владимир начал подписывать свои публикации «Ленин». Это один из 160 его псевдонимов. И именно он со временем прижился. Единственное, что настораживало окружающих и выделяло среди них Ленина, чрезмерная нервозность. Здесь, в Европе, он впервые встретился с образованными революционерами-теоретиками. И часто его теории преобразования мира не выдерживали их критики. Это был болезненный удар по его самолюбию. Он нервничал и все больше напоминал сжатую пружину. В его блокноте того времени появились адреса психиатров и невропатологов. И в конце концов он оказался на грани нервного срыва. В 1903 году в Лондоне проходил съезд социал-демократов. На нем Ленин пошел ва-банк. Инициировал раскол РСДРП и создание своей большевистской партии. Но такое напряжение и ссоры с товарищами дорого ему обошлись. Сразу после съезда у Ленина случился нервный срыв и припадок. Врачи поставили диагноз – эпилепсия. Долгие годы биографы-вождя скрывали правду о его припадках, прогрессирующем атеросклерозе и инсультах. Их обнародовали только в начале 90-х. И тогда же исследования мозга Ленина подтвердили. Его болезнь постоянно прогрессировала. Нервные всплески вели к неконтролируемой агрессии. И своего апогея достигли после 1917 года. Кто не помнит картину, 1917 год Ленин на броневике произносит речь перед многотысячной толпой. И эта речь запускает механизм революции. Но как все было на самом деле? О событиях в России Ленин узнал случайно, из газеты. И не поверил своим глазам. Николай II отрекся от престола. Власть перешла к временному правительству. Время, которого он уже и не надеялся дождаться, пришло. Требовалось только успеть. В России он прибыл из Германии. На пике напряжения масс. Кстати, прибыл без бороды и усов, которые сбрил для конспирации. Прямо на вокзале Ленин произнес броневика знаменитую речь. Теперь рабочие, оставшиеся верными, делу свержения иго капитала, называют себя коммунистами. Речь не вызвала резонанса. В то время в Петербурге действовали 42 политические партии. И большевики просто потерялись среди них. Невероятно. Но в Петербурге Ленина тогда мало кто знал. И если бы не счастливый случай, он никогда бы не возглавил революцию. Гений его заключался в том, что он поймал единственный удобный момент. В октябре 1917 года на совместном заседании большинство партий перессорились и покинули зал. Остались только большевики. И под призывы Ленина они проголосовали за переворот. События были так молниеносные и стремительные, а он был, кстати, хорошим стратегом, потому что он понимал, что эти события могут состояться всего в 2-3 дня. Либо раньше будет, так сказать, неудобно, ну и позже можно тоже проморгать. А вот эти 2-3 дня, 25 октября, это и есть тот самый день, когда нужно действовать. И действительно всё получилось. Всё получилось. И относительно без крови. О том, что было после Октябрьского переворота, мифы молчат. Как намёк появляются лишь образы. Ленин на субботнике. Ленин с сухарями и кипятком. Ленин рассказывает красноармейцу, как бросил курить. А ещё знаменитый кабинет, в котором до самого утра горел свет. И это означало. Ленин работает. Что происходило в стенах этого кабинета, мало кто знал. На самом деле, там разрабатывался план грандиозного эксперимента над большой страной. Эксперимента под названием «Военный коммунизм». Сам Владимир Ульянов в это время находился на грани нервного срыва. Работоспособность из-за больных нервов отчаянно плохая. Всё шло не так. Революция свершилась, но рай на земле не воцарился. Начались голодные бунты и гражданская война. Страна вышла из-под контроля. И большевики забыли о своих светлых идеалах. Они предпринимали отчаянные и жестокие попытки удержать власть. Ленин раздавал бессмысленные кровавые приказы. Так, свергнувшие тиранию, сам стал тираном. Он очень часто срывался. Они оставляли, значит, красные оставляли время от времени какой-то тот или иной город. И вот, и он говорил, что надо там просто за собой серной кислотой поливать дорогу, чтобы враг, который пойдёт по этой серной кислоте, чтобы у него лошади падали, гвоздик вбивать в дорогу, чтобы никто не прошёл. После революции прошло всего пять лет. За это время были уничтожены миллионы людей. Страна стала ловушкой для всех инакомыслящих. А в кабинете в Кремле постоянно горела зелёная лампа. Это означало, Ильич работает. И только приближённые видели, кем стал за это короткое время Ленин. Атеросклероз. Инсульты. Многочисленные эпилептические припадки постепенно превратили его в развалину. Постоянное нервное напряжение и маниакальное стремление получить контроль над всеми процессами разрушили мозг. По ночам он теперь выл на Луну и пугал охрану. Ужасное зрелище. Вот этот кремлёвский мечтатель, о котором они всё время любили говорить, он превратился в безумца. Он был лишён, так сказать, всех радостей жизни. Он был овощ. Овощ в кепке, который сидел там в этой коляске, когда его вывозили в горках. Вот и всё, что он из себя представил. Больше ничего. Больше всего он теперь боялся полного паралича. Просил отравить его. Но яда так и не получил. Уничтожить символ революции никто не осмеливался. А тем временем к нему подкралось безумие. Но просветления определённые бывали. И в эти моменты он чувствовал, что не то построено, не этого он хотел. И пытался обращаться к кому-то за помощью, и помощь не приходила, потому что соратники отстаивали собственные интересы, заботились о собственной карьере. Положиться-то было не на кого. Шли дни, недели. Когда-то активный и живой мозг неуклонно деградировал. Постепенно Ленин разучился читать и писать. Потом перестал говорить. И в конце концов снова превратился в капризного ребёнка, который в своё время доставил столько хлопот родителям. После этого наступил полный паралич. Его страдания закончились 21 января 1924 года. За одну ночь у Ленина случились один за другим 42 эпилептических припадка. Умер он, так и не приходя в сознание. Надежда Крупская просила товарищей из политбюро не ставить Ленину памятников и дворцов. Не называть его именем улицы. Просила тихо похоронить несчастное измученное тело. Но вдову никто не послушал. Она вынужденно стала участником канонизации своего мужа. И никому во всём мире тогда не могла рассказать, что перед полным безумием к Ленину пришло временное просветление. Он знал, что кремлёвский аппарат неклассно возглавил Сталин, что начались чистки в рядах старых революционеров, что революция вышла из-под контроля и теперь пожирала своих детей. В тот миг просветления Ленин спросил у жены, как же так случилось, что великая, прекрасная идея превратилась в сплошное зло. Надя, почему? И Крупская впервые не знала, что ему ответить. он жил ради хорошей и светлой мечты, но оказался слишком буквальным в её реализации. Благими намерениями он выстелил кровавый путь репрессий. И в конце этого пути получилось так, что обиженный, недолюбленный мальчик из Симбирска превратился в советского идола, навечно лишённого покоя в своём стеклянном саркофаге. оставх вожу м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok